Под Тверью на площадке инновационного промышленного парка Бравлёва-3 идёт подготовка к строительству ещё одного завода, где будут выпускать настольные и развивающие игры. Инвестиционный проект реализует группа компаний Мир Хобби, ведущий российский производитель и дистрибьютор в этом секторе. Компания Мир Хобби Производство выпускает детские, семейные, стратегические, экономические и другие игры, предназначенные для взрослых и детей разных возрастов. Предприятие работает очень успешно. Объёмы продукции исчисляются миллионами. Готовые продукции мы производим в год около 4 миллионов. Оно делится на два типа. Это производство, грубо говоря, мировых хитов, в которых мы покупаем лицензии или права на игру. И линейка порядка плюс 100, наверное, это своих разработок. Как рассказал главный технический дизайнер компании Андрей Майоров, налажен выпуск познавательных игр, в том числе направленных на изучение истории. Кроме того, на дворе 21 век, а значит, современная настольная игра всё-таки отличается от того, что было 20 или 30 лет назад. Много игр сейчас существует с дополненной реальностью, которой конкретно можно скачать приложение на смартфон, компьютер. И помимо того, что там на столе игровом, на игровом поле будет разложены какие-то компоненты, плюс будет приложение, что ли, вести сюжетную линию, помогать в процессе игры. Сейчас тут действуют пять линий. На предприятии реализуется полный цикл производства компонентов настольных игр. Коробки, поля, карточки, жетоны и другие элементы. Во всех процессах используется отечественное сырьё. В штате компании свыше 100 сотрудников. Пока мощности развернуты в арендованных помещениях. Но теперь настало время для строительства собственного завода. Мы разместим там новые оборудования, попробуем организовать новые проекты по импорту, замещениям. У нас появятся новые рабочие места для Тверской области, для Твери. Это плюс 100 человек ещё сейчас к нашему действующему. Строительство завода площадью 9 тысяч квадратных метров позволит практически вдвое увеличить мощности, а также перевести склад готовой продукции. Объём инвестиций в проект составит 450 миллионов рублей. Реализовать его в полном объёме предполагается в 27-м году. Говоря о развитии этого производства, губернатор Игорь Руденя отмечает, на предприятии должна быть создана дополнительная линейка детских развивающих игр, популяризирующих традиционные духовно-нравственные, семейные и патриотические ценности.